Основная цель, я считаю, это популяризация женского футзала в Молдове. Потому что у нас нет ни одного клуба женского футзала. И, в принципе, нам даже можно сказать, что очень было проблематично набирать игроков для сборной. Потому что все клубы, они футбольные. И у них сейчас они все в стадии подготовки. Ну, были проблемы у нас с этим. Но проблемы положительно решились. Здесь президенты, тренеры клубов пошли к нам на встречу. Все-таки предоставили нам игроков для подготовки, для участия в турнире. И, в принципе, мы постарались и выбрали, подготовились. Можно сказать, что он на оптимальном уровне. Но уже сам турнир покажет результат. Какой шанс, что команда перед матчем не переберет эмоциональную голову? Ну, об этом сейчас как бы сложно говорить. У нас еще есть несколько дней. У нас, естественно, будут тактические занятия. Будем разговаривать, как бы готовить. Но мы понимаем, что мы реально понимаем, против кого мы будем играть, с командой какого уровня. И, соответственно, мы будем готовиться. Нам удалось собрать заново, создать новую команду, можно сказать. И все, что мы запланировали, мы все практически выполнили. Сейчас готовимся к играм. Ну, навыков, естественно, что набрались. Мы еще как бы... Ну, они, можно сказать, что все учатся заново играть в футзал. Многие, как бы, первые раз вообще в команде, можно сказать, что 90% даже больше у нас не имеют практики игры в футзал, тем более и в таких играх такого уровня, международного уровня. Ну, ничего страшного. Будем стараться достойно выступить. Все, что от нас зависит, мы все сделаем. Ну, в принципе, атмосфера, я думаю, что положительная. Готовы мы ли на 100% или на каком уровне уже покажут, естественно, что первые игры. Они нам дадут информацию, мы уже будем. По этой информации будем делать какие-то коррективы, выводы и, соответственно, готовиться к другим матчам. Кредко, но я сфачим фацы. Экипа есть и тинеры. Салежим, что не в фи-форте грео. Салежим, что не в фи-форте грео, мы уже участвовали и на турнирах, и в фи-форте. Что будет посоветовать девушкам на сборы и перед играми? Психологически, чтобы быть готовы. Если вы будете готовы, мы приступим к институту. Конечно, когда играешь дома, болельщики всегда подгоняют тебя только вперед. И, конечно, желание выиграть увеличивается на 100%. И ты только рвешься вперед, чтобы забить, чтобы выиграть. И показать всем, что это наш дом, это наша Родина, мы ее защищаем. Скажи, победа национальной сборной по пиажному футболу как-то вас мотивирует? Может, вы инспирите? Да, она показывает то, что мы вообще, если не считать футболом, мы можем здесь показать себя. Нам есть где показать, есть где сказать о себе, заявить словечко. Мы можем, мы можем. Какие цели ты поставила себе перед этим сбором и отборочным? Лично себе? Не ударить в грязь лицом. Спасибо.